доброго времени суток всем подписчикам канала и друзьям продолжим наши публикации продолжим наше повествование сегодня послушаем вторую часть ну не марлезонского балета нашего общения с валентином послушайте немножко другой такой взгляд не мой взгляд другого человека на процессе происходящий при выращивании грибов для цитаты дня ну на сегодня я бы хотел последнее время у меня как-то так один на канале кто-то в комментариях написал вот эту фразу знаменитую фразу легендарную фразу данте оставь надежду всяк в этот мир входящий там что-то про какой-то было значит история какая-то литературная то для тех кто случайно вот попал на канал попал на этот вот первый ролик но первый ролик который он видит на моем канале то я бы хотел наоборот перефразировать вот эту фразу данте и если вы сейчас пока процессе размышления как насколько там заниматься грибным делом не заниматься грибным делами вы не можете никак принять вот это решение то я перефразировать эту фразу я бы сказал немножко по-другому что обретет надежду всяк в этот мир входящий пусть это будет фразой для вас дня такой потому что вот как для фани машинку главная вот такая идея или центральная такой лозунг или месседж который я говорю ой кайбал машу с андзей балкми я заботиться о грибах а грибы заботятся обо мне вот мое вам послание на сегодняшний день мой месседж такой и обретет надежду всяк в этот мир входящий так что быстрее принимайте свое решение быстрее присоединяйтесь к нашему интересному сообществу фани машинкул и откройте для себя целый волшебный огромный мир мицелия грибов и всего что с этим связано сейчас давайте я буду заниматься какими-то своими делами потому что время единственная ценность невосполнимая которая есть у человека то я буду заниматься своими делами а в это время вы послушаете сказку или там историю или повествование старого грибовода многое видавшего и приятного вам прослушивания мне в это время приятной работы питательной среды нету он начинает завязывать узелочки и потом мы получаем приборки вот маска если заводится она поедает вот эти узелочки где получается черная дырка потому что она съела у тебя окончание скажем узелочки приморгию там у тела вот узелочки вот эти большую влагу помещение то он будет надувать тебе бульбы еще за место приморги будет была белая шишка такая да это говорит о том что у тебя он думает что там еще и питательная среда поэтому он вылазит но примор aspiration он и за резких у строму если встречу ну более как так для и следа mare пары как так да вот и до переулажнения помещения на когда ты у profits поэтому вот это появляется и за это а дырочник подпихает потому что не хватает у тебя власть его 2 надо его обманывать понимаешь что получить хорошо при морде и набить нужно его обмануть лишь хитрый а ты еще умней потому что держала побольше чему не было скажем так значит когда ты напеваешь при морде и у тебя всего 2 должно быть за 1300 тпм он начинает в одну дырку набивать смотрит что дальше детей выпускать нечего они не выживут высокое пиво он закрывает вторую дырку и так он все дырки которые где есть он будет напевать а потом когда ты увидишь у 1 2 рыбочка начинает от при морде отрываться и сразу на 1100 его венчу шишку так и начнет толкать все 9 10 копитом порежешь он начнет толкать потом опять начинает только отдвигать одну две потому что ему надо выжить и оставить потомство в этом мире и он начинает от общей при морде и толкать одну и две опять ножки чтобы они выжили потому что если он раскроет всех не хватит ему воздуха он это прекрасно понимает ну так природа устроила поэтому он выталкивает как много 2 ножички а ты ему еще ниже всего на 900 тпм они выживут все у меня и он толкает всю при морде это понимаешь и его обманываешь все время чтобы он должен не выживет и он поэтому старается набить при морде побольше кто-то да выжил у него отталкивать потом ниже а вы уже набил тебе и я при морде так и потолкал я вас понял если вы говорите что у вас 25 процентов на первой волне у меня у меня где-то 17 потому что вот именно вот этих 8 процентов то что вы рассказываете у меня не позволяет потому что автоматики нету и вот я их теряю вот этих 8 процентов в ручном режиме пришел посмотрел на фигуре и опа ну а у тебя всего два нету прибора нет тоже нету да ну если надо было где-то отдать телефон димы и ну и в луганске раньше делал но дешевле намного сколько по деньгах сколько стоит значит я тебе скажу где-то в пределах 2 800 2 700 прибор этот идет значит на управление у него есть и выходы и делает так делать по фирма пера делает то есть теперь 8 он стоит и он не работает и надо калибровать его это делает человек отлично вот у меня он уже лет по 8 работает вот сама тарирующий вылет его на улицу без кнопки нажали там протарировал там теперь сделал все что ему надо очистил все сделано все заносили на 5 работает не надо отправлять у фирма терра в киеве она делает эти приборы для грибоводства то дерьмо конченый там вообще понятна гриж думай ничего купить но я не знаю телефон у кого спрашивать так что мне такое дело я знаю телефон у кого спрашивать то я вам перезвоню во первых очень качественно кто не брал все довольны в работе безотказно дает гарантию вот человек случае чего-то ну мало ли что знаешь дело такое вот выслушали такую интересную информацию я значит под видео если меня начнут донимать вопросами про о том мол где где взять вот этот co2 или взять телефон значит дима да относительно прибора co2 то там внизу поройтесь комментарии или в описании к видео я добавлю туда просто телефон и вы напрямую обращайтесь к этому человеку у него спрашивайте с ним договоритесь чтобы мы не делали какой-то испорченный телефон вы меня будете заказывать я у кого-то буду заказывать потом и через меня пойдет вот вот это такое позвоните закажите все все человека из первых что называется рук узнаете всю информацию о таком приборе для измерения co2 грибных помещений а с вами был макс аллер подписывайтесь на канал следите за дальнейшими публикациями будет еще много всего интересного